Всем привет! В прошлом видео я показывал вам, насколько тяжел был мой путь до России, а в этом видео я покажу вам то место, куда меня направили в обсервацию, пансионат Балтиец. Я здесь прожил уже три дня, и покажу быт, покажу номер, расскажу, в принципе, как я здесь живу. Давайте начнем с этой стороны. Там вот, собственно, вход, входная дверь не заперта, но всегда должна быть закрыта. Открываю я ее только когда стучатся, дают еду, и могу мусорный пакет выставить за дверь, вот, собственно, мусорный пакет выставить за дверь, и его потом заберут. В целом, ну да, номер, конечно, достаточно ушатанный, даже вот обои видно, а то оторвано многое, что, ну, сантехника не течет, уже замечательно. Стол, в принципе, можно за ним работать. Это вот моя кровать, телевизор, можно смотреть. Телек можно не смотреть, конечно, телек можно флешку вставить. Оставил весь бардак как есть, все вот это. Вот, в моем номере две кровати, но живу я один, вот, собственно, одна кровать, вторая кровать. Вот здесь вот холодильник. Холодильник стоял вот там, где рюкзак. Ну, я переставил сюда, потому что в этом номере нигде нет никаких тумбочек, только стулья и кровать, и стол. Холодильник используется вместо тумбочки. Вот, соответственно, здесь вот второй стул, а подоконник, он достаточно широкий, используется как стол для еды, для завтраков, обедов. С ужинами немножко сложно, потому что вот сейчас... Сколько? Пять часов вечера, обед будет от шесть-семь, и уже, видите, солнце попадает на подоконник, то есть здесь уже особо не поешь, не поужинай. Вот, соответственно, выход на балкон, на улицу. Вот, я намутил здесь бельевую веревку, чтобы сушить одежду, стул для солнечных ванн. Все засрано этими, как они, блин, называются, чайками. Но в целом классное место, тихое. Находимся, еще раз повторюсь, в Репино. Репино, это Ленобласть. В целом, да, там залив и лес сплошной. Но в целом, все необходимое в номере есть. Я не знаю, такая же комплектация в других номерах или нет, но вот у меня вот так. То есть, в принципе, все необходимые вещи есть, что-то можно в холодильник, если что-то положить. Единственное, чайника нету, но я подготовился к вопросу с чайником. Я сидел в чате этого обсерватора еще последние два месяца, наверное, и спрашивал там, собственно, как обстоят дела. Что надо, что не надо, что взять, к чему можно подготовиться. И мне сказали, что действительно, чайник есть не во всех номерах, поэтому я взял и купил еще во Вьетнаме кипятильник. Кипятильник. Ладно, не буду доставать. Ну, короче, кипятильник как кипятильник. Вот кипятильник и вон ту вот металлическая чаша такая. В общем, в нее можно налить воды, вскипятить и попить горячего чая в любое время. Потому что в другое время приносит только во время еды. То есть, на завтрак, обитанный ужин, стакан кипятка. Пакетик чая туда можно кинуть. Это, конечно, грустно. Особенно для меня, такого любителя чая. Пойдемте, сходим в туалет, покажу там маленькие радости жизни в России. Вот про такую штуку забываешь совершенно. Это, ну, вы понимаете, да, сушилка. То есть, это труба, которая горяченная. То есть, по ней идет горячая вода, на ней можно сушить одежду. Про такие, конечно, штуки в Азии ты забываешь достаточно быстро. Вот, в остальном же, что вам? Ну, горячая вода есть всегда, бесконечно. Что в душе, что в этом, блин, в кране. Вот, есть фен, ну, как вы понимаете, да, очень актуальненько. Вот. В принципе, такой туалет, ничего такого особенного. Но, как я и говорю, то есть, он типа норм, но староват. Видно, что повидавший вид. Я думаю, это здание здесь еще с советских времен стоит. Снять завтрак не получилось, потому что после полутора суток без сна мы были в коматозе. Кое-как что-то там попихали в себя и дальше спать. Сниму обед. Уже пометка, что вегетарианский. Кстати, они сказали не веганский, а именно вегетарианский. Но они особо не различают. Но мне, в общем-то, ладно. Здесь яиц нету, так что, в принципе, черный хлеб. Приборы. Вот единственное, что не попадает, это сливочные вафли, апельсины, морс. Скорее всего, брусничный, да, какой-нибудь или смородиновый. Так, у меня здесь капуста морская. Это не морская капуста, по-моему, называется. Ну, короче, какая-то, да, вот эта вот. Вы лучше меня знаете, что это. Кукуруза, картошка с луком, да? С луком вроде нет, с этим. С петрушкой. Какая-то зелень норма выглядит. Так, капуста с капустой, это значит, у нас капустный суп, щи получается, капустный салатик, это мое получается. А мясное здесь то же самое, единственная разница, что... Та-да-да-дам, та-да-да-дам, перчики. Фаршированные перцы. Ну, ладно, все, всем приятного аппетита. Вы ведет страшный канал. Кстати, я достаточно голодный. То есть сейчас есть прям очень хочется. Насчет супа я ошибся. Это оказалось не капустой, это рис. Азия не отпускает. Рис, лук, ну и тоже зеленуха какая-то, по-моему, это даже перец красный какой-то небольшой. Но он совершенно не острый, я уже попробовал. А в мясном то же самое, только кусок огрызок там какой-то куриной, куриной закорюшки. Стружка курочки. Вот она, стружка. Ну, в целом классно, что все-таки хоть как-то они пытаются угождать. Я даже целое заявление написал на это дело, чтобы мне такое питание сделали. Так что спасибо им за это. Ужин оказался значительно слабее обеда. Опять печенье, яблоко, тертое морковь. Хотя, кстати, возможно, морковка по-корейски, судя по специям. А вот все. У тебя два яблока или это от другого? Два. У тебя одно? Да. Ну, класс. Не доложили. Ну, ладно, проехали. Хлеб. А тут, конечно, очень неожиданно, если честно. Рис. И это, получается, томаты консервированные, да, из банки с томатной пастой. А у тебя рис и рыбная котлета. Как лептура сухонька. Ну, как-то, да, невоодушевляюще особенно вот это вот смотрится. Ну, ладно. Все, всем приятного аппетита. Ладно, ладно. Была, на самом деле, такая идея, такая концепция. Просто снимать видосы и делать вид, что ее здесь нет. Это было бы очень забавно. Вы бы, наверное, все поумирали от любопытства. Знакомьтесь, это Аня. Аня моя давнишняя подруга. На момент заселения мы с ней были знакомы минут сорок. В общем, дело было так. Когда самолет приземлился и начали нас всех учковать, тех, кто едет в обсервацию, я, понимая, что всех заселяют по двое, ну, начал выбирать. То есть, смотрю, так, это пара. Они точно заселятся вместе. Это семья. Там, если с ребенком их постелят, скорее всего, в люкс. Семьи, кто там, 3-4 человека селят в люкс. Там, этот одиночка, так, так, так. И понимаешь, что, в общем-то, жить-то и не с кем. Потом, когда мы вышли из аэропорта перед автобусом, закурили просто все. Вообще все-все-все-все закурили. Кроме. Ну, и когда мы сели в автобус, разговорились, и я такой в шутку говорю, что, типа, ну, можно, если мы как бы... Если люди знакомы, то они могут поселиться вместе. Вот. Ну, раз мы не знакомы, я сказал, раз мы не знакомы, то мы как бы не можем. Она такая, почему не можем? Ну, и вот, собственно, так и получилось. Ну, ладно, как вы слышите, да, я уже говорил в прошлом видео, что я немного приболел, вот я у меня нос в нос говорю. Поэтому давайте подоставим немного Анну и спросим, как тебе тут вообще живет? Расскажи. Мы тут уже трое суток все-таки. Ты рассказывала про тот коматоз, который происходил первые сутки. Мы спали от Ливида, и Ливида следующий, и снова спали. Спали и ели. Ты гораздо круче себя ведешь, потому что ты начал что-то делать, ты уже монтируешь, и я до сих пор ленюсь, хотя ты говорила, что лентяй ты. На самом деле я хотела рассказать про наше все-таки заселение с тобой вдвоем. Да, как пожелаешь. Все-таки я ломалась, хотя я так и сказала в автобусе, да блин, в чем проблема, не можем поселиться вообще, окей. Ну, просто у тебя, как я понял. Боже, смотрела на этих всех людей и понимала, что, боже, я не хочу, нет. Ну, конечно, я смотрела просто на одиноких баб, с которыми, естественно, меня поселят. И, ну, женщин, в общем, короче, вариантов не было. Ну, скорее бабушка. Бабушка там была. Блин, я просто такая, что? Я рассматривала каждого человека, который приходил новенький, на нормальность какую-то. Да, я согласилась, потом мы пришли и начали подписывать какие-то бумажки, и я начала мешкаться и топтаться и выбирать Андрею другого жильца. Я говорю, вот смотри, не чувак. Вот еще чувак, он такой, ну, как бы, нет, мы что, мы договорились, что я начала. И потом, ну все, я уже взяла свой листочек, мы подошли к даме, и он говорит, а вот мы можем вместе поселиться, но мы как бы не семья, но мы можем вместе поселиться. Мне расписано. И она сказала, не вижу препятствий. Это было никогда, нет, это было, не вижу препятствий. Так красиво. Нас отвели в номер, сопроводили, мы зашли, и с этого момента, где же закрылась, мы вообще отсюда не доходим. Ой, драматизм это нагнал. Игра началась. Ты меня заставляешь музыку на это накладывать такую, чтобы это было какое-то просто слезливое, лиричное. Ну и с этого началось какое-то притирание, знакомство. Оказалось, что мы занимаемся видео оба, он еще не помог вообще с моей камерой, с которой я знакомлюсь, снимаем чай. Ну, Андрей снимает, я ничего не делаю, что-то вообще жопу рачу с булочками вкусненькими здесь. И еще такая интересная штука, хотя на тот момент, когда мы подписывали, я слышала, что, ну, спрашивали про питание, я слышала, что есть еще вегетарианцы, и говорила, о, смотри, чувак, чувак тоже веган, может быть, вам соединится все-таки вместе жить. И оказалось, на самом деле, гораздо круче, что я ем мясо, а Андрей не ест. И мы меняемся едой, и получается, что как бы все гораздо удобнее. Ну, потому что, если бы жили два вегетарианца, вот сегодняшние, например, наггетсы бы просто никто бы не съел. А так мы... Улетели бы. Потому что они все-таки говорят, что да, но по факту не совсем, не все вегетарианское, не веганское даже близко. Мы можем загорать на балконе, мы можем наблюдать с балкона не только за чайками, но и за охраной, которая прогуливается там, и они иногда так встают и стоят, бредняги, подолгу. В чате там, кстати, писал, да, по-моему, чувак, что ему факт показывал, вросгвардеец. Да, еще можно иногда почитать наш чатик, балтийца, в котором просто он, типа, наполняется анекдотами, когда появляется какой-нибудь человек, который жалуется на то, что ему принесли масло, которое не очень похоже на масло, и что-то он не видел сок, а кому-то приносили сок, и он очень, там, требовательный, и, мол, что за отношения, персонал к нам относится, как будто мы тут, типа, все... И, ну, ему говорят, мы тут гости, и да, мы вынуждены здесь пребывать, а эти люди вынуждены работать и вот этим вот заниматься всем, да, обслуживанием нас, приносить еду, убирать, забирать мусор, да. И, как бы, ему все начали объяснять, там начался какой-то вообще киберсербор, и вот он сказал о том, что вот охрана показывает нам фак, как бы, передайте их гвардейцам, чтобы они, как бы, подлили себя прилично и прочее. Ну, в общем, какое-то время он сразу сразу вот этим всем. Кончилось струбение, его забанили, и все такие... И там даже спрашивают, ну что, ему принесли масло и сок? И отвечают, мы уже не узнаем. А что, его выкинули из чата? Они говорят, да, да, да. Как только здесь началась тишина, вот, его уже не стал. Забавная история про этого чувака, не будем вдаваться там кто что, но я сидел рядом с ним и даже разговаривал с ним, пока мы, вот, 4 часа ожидали посадки в автобус, чтобы сюда приехать. Я с ним разговаривал даже, ну, можно сказать, общались, вели диалог, и я рассматривал вариант жить с ним. Еще хотел еще сказать, я в прошлом видео говорил, что нас везли под конвоем, то есть, действительно, перед автобусом ехала машина ГАИ, и за нами еще 2 машины ехала с ОМОНом. Так вот, когда мы вышли из аэропорта и подходили к автобусу, было все в оцеплении, и нас, вот нас, типа, человек, ну, сколько, 24 человека едут в обсервации, и вокруг нас человек 40 ОМОНовцев. То есть, мы хуже, там, террористов, то есть, это реально как, как это назвать-то, блин, как мы эпидемиологическая угроза. И выглядело это, конечно, такое ощущение, как будто я там сейчас прыгну через забор, а там стоят, ну, эти такие баррикады, например, по пояс высотой, и за ними стоят просто вот так вот стеной ОМОНовцы. То есть, как будто будет я такой с чемоданом, там, с рюкзаком прыгну через этот самый, и убегу заражать людей. Выпустите меня! Ну, то есть, выглядит это все каким-то театром абсурда. Заметили интересную особенность? Приносят еду в красных пакетах, и дают вот, ой, в белых пакетах, приносят такие пустые красные, и говорят, мусор в них. И вот мы тут прочитали, что на этих пакетах написано. Полиэтиленовый одноразовый для сбора временного хранения транспортировки медицинских отходов класс Б, чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы. После использования пакета по назначению требуется его обеззараживание, после которого пакет необходимо сжечь или захоронить. Ни хрена себе. Все очень серьезно. То есть, наши отходы, это чрезвычайно опасные. Да. Ну, прям нагнетают, нагнетают основательно. Принесли долгожданный завтрак из-за того, что часовые пояса сдвинулись. Рано очень просыпаемся. Я проснулся в полпятого. Сейчас уже десятый час. Принесли завтрак. Ну, овсянка в этот раз вроде как на воде. Опять это сахарное печенье. Так, это куркума и корица. Это мое. Это я привез. Добавлять как раз таки в эту. Бутерброд с сыром. Просто булка и хлеб. Масло. Три сырка и два яйца. Соответственно, да. Теперь мы вот это вот так отодвигаем. Это не мне. Это я есть не буду. Масла тоже не буду. Остается только хлеб, булка, овсянка и печенье. Ну, и стакан кипятка. Все. Как-то да. С веганством. Завтрак самое ущербное с точки зрения веганства получается. Вот. Но ничего. Там со вчерашнего дня осталось морковь по-корейски, плюс хлеба много. Прорвемся. Прорвемся. Ты что, будешь это снимать? Я все буду снимать. Твое тоже. Да, ну ты все, что-то не снимал мое. Меня прям расстроило. Ты не повернул на мое. Ты только отодвинул все, что тебе не надо, и не снял мою еду. Так там не было у тебя ничего особенного. Да, ну да. Только йогурт. И то его на столе-то не было. Ты же его брала. Второй день, второй обед. Разнообразие радует, но, конечно, подача, да. Значит, получается, здесь у нас суп. Это как раз-таки уже действительно настоящие щи, капуста. Тут макароны немного с зеленью. Перец, фаршированный рисом. И что это, морковка. И плюс это все в таком томатном соусе. Опять же, идут апельсины, яблоко из фруктов. Короче, это постоянный стандартный набор. Тут это, короче, одноразовая посуда. Все одноразовое всегда. И в отдельных пакетах. И чайный пакетик. И салат вроде бы прохладненький. Вроде бы с маслом. Но по состоянию овощей видно, что они, по-моему, их, не знаю, утром нарезали. Оставили и вот теперь подали. Потому что выглядят они все-таки жухловато. Там ловишки на половине. Ну, это... Сачок. Да, сачок. Вот. А это все... А, ну и хлеб, получается. Это как бы вот мое, веганское, так скажем. А вот мясной вариант. Тоже макароны. Отварная прям грудка курицы. Это борщ. Немножко, да, там мясо. И такой же стрёмный салат. Уже всего второй день, напоминаю. Уже копятся печенье, копятся фрукты. Вот эти сейчас, а эти еще с утра, по-моему, лежат. Да. Вот здесь вот вафли, печенье и еще фрукты. И это только второй день. Ну, не запихивается. Не получается все съедать. И я чувствую, мы уезжать будем отсюда с пакетами. Пакет печенья и пакет фруктов. Так что... Все, йогурт в холодильнике. А, да, еще йогурты выдали тоже на убой. Поскольку я йогурты не ем, они начинают тоже копиться потихоньку. Ну что, в очередной раз приятного аппетита. Ужин второго дня. В общем-то, почему-то с ужином постоянно какая-то беда. Во всяком случае, у меня. В том плане, что обед действительно полноценный, а ужин как-то вот так вот. Гречка. И тут помидор какой-то. Мы поняли, что это типа творожный сыр, что ли. Огурец и тут укроп, петрушка. Вот. То есть, по сути, как бы, ну вот это я есть не смогу. Есть только помидоры. Также вот тут салатик такой. Чисто морковка. Капуста с укропом. Булочка к чаю. Хлеб. Опять апельсин, яблоко. Яблоко другой сорт. Вот. Ну а мясное тут рыбная котлета. Кстати, больше, чем в прошлый раз, да? Не точно рыбная. Да. Может, нет. Нет, может, нет, а надежда у меня. Последняя убирает. Ты в прошлый раз тоже не хотела есть, а в итоге съела. Да, она не рыбная. Ну съешь давай, сейчас эксперт нам скажет. Курицу, что ли? С капустой какая-то. Нет, курица. Ну да, кулятинка с чем-то, с хлебом. Значит, куриная котлета. Ну, нормальная такая. Как обычно. Соленая. И, собственно, греча тот же самый. Причем, почему-то мне приносят апельсин и яблоко, а к мясному приносят два яблока. Ну, и там в остальном все то же самое. Вот такой вот ужин. Видимо, придется догоняться. Точно, морковка по-корейски же осталась. Надо ее взять. Время 5 утра. Я, конечно, говорил, что Далат пахнет, как Россия, но такой свежий воздух, но все-таки нет. Летняя Россия, утро, да, пахнет совсем иначе. И похоже, но по-своему. И какой свежий воздух. Очень, очень круто. Место, конечно, этому тоже способствует, потому что, ну, в городе совсем другие запахи. А тут, ну, все-таки санаторий. Роже, что это не какая-то городская больница или что-то вроде того в городе. Там какая-нибудь поликлиника, коридоры, койки. Все же все сложилось не так уж плохо. Если бы, конечно, не насморк, то, в принципе, все очень и очень даже хорошо. Завтрак третьего дня. К сожалению, сегодня на завтрак никакого особенного, хотя на завтрак, в принципе, никогда ничего особенного именно вегетарианского не приносят. Ну, вчера были что-то, два яйца и три сырка. Очень вегетарианское. Ну, в этот раз у нас каша. Она рисовая с чем-то, в общем, две какие-то крупы перемешанные. Пахнет прям молоком, так что оно на молоке. Я это есть не буду. Классический бутерброд с сыром, булочка, сладкая булка и, в общем, и хлеб. Вот. Казалось бы, в целом, стандартная, да? Ну, стандартная для завтрака каша, да, бутерброды. Вот. Но еще принесли вот такой контейнер. Макароны с наггетсами на завтрак. Ну, съем только макароны. Причем особого, как я сказал, ничего нет. Второе блюдо, то есть то же самое, только лотерея такова, что здесь четыре наггетса. А у меня три. Ну, вот тут уж как повезет. Догонюсь вчерашними салатами. Точнее, получается, это у нас позавчерашний салат. Это морковка по-корейски и вот эта вот капуста с болгарским перцем. Ничего, нормально. То есть если миксовать, мы тут уже договорились, я забираю макароны, отдаю наггетсы. Нормально с хлебушком, кстати, да, еще тут вот кетчуп. Так что в целом нормально. Если перетасовать, да, можно жить. Вот. В очередной раз убеждаюсь, что обед самый-самый полноценный, самый-самый классный. Обед третьего дня продолжают радовать разнообразием. То есть в целом, если не брать завтрак, то всегда обеды, ужины, повторов еще не было. Ну да, сегодняшний завтрак это было что-то из ряда вон, с макаронами и наггетсами, но все же. Значит так, у меня здесь, ну короче, свежие получаются помидоры с болгарским перцем. Суп какой-то овощной. Тут действительно капуста, просто капуста. Так, ложка же есть, сейчас можно посмотреть, что тут еще. Стручковая фасоль, картошка, картошка, да, есть немножко какая-то меленько порезанная картошка. В целом, да, неплохо. Так, опять же, печенье, булочка, апельсин, яблоко и вот, так скажем, на второе, это, снова я забыл слово. Перловка. Перловка, точно. Перловка и помидоры с зеленью. Вот, и мне принесли два сока таких, мультифрукт. Соответственно, мясное. Суп такой же, судя по всему, кстати, он даже овощной, он даже без мяса в этот раз. Салат с крабовыми палочками, опять же, перловка и ежик. Ежик это, по-моему, называется, да? Может, мельник. Как оно? Ну, короче, атлет, но только там, да, рис. А вот у меня еще вот это было. А, да, и... Ага, видимо, что-то, хотя как напутали, они же берут, окей, мой помечен, а твой не помечен, твой из общего идет, как мясной, поэтому мне как бы два, а тебе как повезет. Да. Вот. Так, я в Инстаграме уже объявил о том, что я открываю предзаказ на вот это вот печенье, на печенье и на фрукты, потому что сегодня третий день, а их уже вот раз, два, три, четыре, две вафли. Еще там две. Еще, да, еще там в другом месте еще две лежит, и это как бы только третий день. Они вроде едятся, но очень медленно. Вот. Еще я не показываю никогда, ну, потому что стаканы мы убираем сразу же, дают два стакана с кипятком. Вот. То есть можно, вот единственное, во время приема пищи можно что-то горячее заварить, ну, соответственно, что-то, это вот пакетик чая. В целом приемы пищи рассчитаны достаточно грамотно. То есть у нас получается завтрак с девяти до десяти, да? Обед с часу до двух, ну, приносят, и ужин с шести до семи. Ну, короче, что-то вроде того. И вот получается, что к моменту, когда уже приносят еду, ты уже такой, поесть бы чего-нибудь. Но в целом, как бы, вот, я в очередной раз говорю, я совершенно не страдаю. То есть вот это я сейчас все съем просто, вот, все, что принесли, вот, все сожру. Ну, кроме печенья и апельсина съебок. Меня спрашивают, опять же, в Инстаграме я пощу, если что, подписывайтесь там на Инстаграм, потому что... У меня сегодня выделяется, есть хочу. В Инстаграме я пощу тоже еду, все уже там тоже пишут, а почему ты не ешь фрукты? А потому что, когда вот это все съедаешь, уже ничего не влезает. И опять же, как я сказал, между приемом и пищей тоже есть не хочется. И вот, как бы, к приему пищи есть фрукт, как-то уже, ну, ближе, там, к ужину, грубо говоря. Не к месту, потому что потом принесут ужин, и такой... У меня отлично заходит с утра, потому что с утра мы встаем очень рано в шесть, а то и в пять. И как раз-таки, когда завтрак, девять. Ну, это да. Ну, вот, кстати, это, наверное, единственный момент, когда мы можем... Это из-за смены часовых поясов. Мы еще живем по старому времени, поэтому, несмотря на то, что будильник звонит там в шесть, в семь, но мы просыпаемся, вот я проснулся что-то в полпятого сегодня. Завтрак был к десяти, очень поздно, и я к этому времени уже изнывал от голода, поэтому, да, вот, надо зафиксировать этот момент, что если уж и есть фрукты, то по утрам. Это единственный момент времени, когда это... Можно впихнуть в этот график. А в целом могу сказать, что к такому очень быстро можно привыкнуть. То есть я не испытываю дискомфорта от нахождения здесь, а вот этот вот кайф, это то, что тебе просто приносит еду, и ты ее ешь, не надо ничего готовить, не надо ничего мыть, не надо не ходить ни в магазин, и все еще, ну, бесплатно, да. К такому действительно можно привыкнуть. Очень круто, что есть режим, и ты привыкаешь к режиму питания, потому что в основном, ну, у меня проблемы с режимом, и поэтому я постоянно непонятно, когда питаюсь, а так как я не привыкну, это будет просить тебя уже к этому времени вот подготавливаться и вовремя выделяться. При всем при этом такое странное ощущение, сегодня лишь третий день, третий день. А первый день был коматозным, потому что в первый день мы, это, приехали рано утром, поспали, потом нас разбудили на завтрак, потом опять отрубились был на обед, потом, ну, то есть такой кривой день. По факту сегодня второй полноценный день. А ощущение, как будто тут уже, блин, не знаю, столько времени прошло. Давно отдыхаем. Всем приятного аппетита еще раз. А нам в особенности, у меня уже все. Пора. Ужин третьего дня, и блюда начинают повторяться. Собственно, вот такое мы уже с вами видели. Единственное, в прошлый раз здесь была еще кукуруза. Вот, но сейчас ее нет. Морковка по-корейски, печенье Мария, то есть это прям по-вегану, прям по-настоящему, потому что вот эти печенья сахарные, они, конечно, совсем мимо. Вот, опять же, булочка, хлеб, и в этот раз, кстати, вот круто. Вот это я точно съем, и, наверное, даже прям сегодня. Вместо яблока принесли нектарин. Вот, и сок. Такая, мы замечаем, что порой это какая-то рулетка. То есть вот смотрите, да, у меня вот такая огромная пачка печенья, вот. А они с мясом, ну, к мясному этому, 4 печеньки, причем печеньки другие, по-моему, сахарные. Нет, это те же сахарные, да. А, сахарные, только распакованные, и вот так вот положено, окей. Вот это моя миска морковки по-корейски, это ее миска морковка по-корейски, то есть уже, да, какая-то фигня. Тут у нее, это, по-моему, мясо по-французски как будто бы, да? Ну, или мы, да, под чем-то. Ну, в общем, да, запеченное там под сыром. Карпашка. Ну, вот, опять же, картошка. И вот, опять же, да, казалось бы, да, то есть меня не обделили печеньками, а ее обделили. Но при этом мне принесли вот этот калимый сок, я уже попробовал персиковый и мультифрут. И все они, вот, отвратный сок вот этот вот. Яблочный сок, 200 мл, восстановленный, осветленный. Я даже пить это не буду, вот, честно, я даже пить это не буду. А ей вот принесли морс. Морс нам как-то раз обоим приносили, и это было реально вкусно. Вот. Вот такой вот разброс, то есть в чем-то обделяют, что-то добавляют. Вот. Мы, собственно, подсвечиваем фонариком, потому что мы тут вот решили посмотреть сериал. Сериал, сериал называется «Защищая якобы», по-моему. В общем, Apple, от Apple, Apple Original сериал вышел. Джейкоба, простите, Джейкоба защищает, Джейкоба, вот как он называется. Вот, так что будем смотреть, ужинать и наслаждаться. Опять вот эта история с тем, что вот к ужину уже голод, уже прям сосет там внутри все, и очень хочется есть. И вот его приносят, и сейчас с таким наслаждением. Ну, я планирую съесть все, кроме сока, ну и, конечно же, такого обилия печенья. Заделишься со мной. И апельсинами. О. Все, погнали. Не думал, что я это скажу, но здесь душно. Закатная сторона, и вот последние дни солнце палит целыми днями, и, ну, прям вот, прям как парилка. Не знаю, сейчас, наверное, будем сидеть на балконе там на полу. Здесь есть лишние пледы, постели. Завтрак четвертого дня. Опять же, поначалу может показаться, что ничего особенного. Сок, который пить невозможно. Булочка, булка, хлеб, опять же, приборы. Рисовая, по-моему, да, рисовая каша на молоке. Ну, не буду я это есть. В мясном у нас вот кусочек маслица, опять же, рисовая на молоке. Будем брать с сыром, булочкой и омлет. Соответственно, два кипятка. И почему-то к мясному идет морс. Мне морс не достался. Но они тут проявляют креатив. Видимо, решили, ну, раз омлет ты не ешь, вот тебе картошка фри с огурцами. Ничего. У нас остался после макарон кетчуп, так что я сейчас выдавлю, посолю эти. Сожру вот это, все. Вот. Ну, нормально, жить можно, но это, конечно, такой, да, необычный-необычный креатив. Обед четвертого дня продолжает радовать разнообразием. Хотя, ну, вот суп вчерашний. Блин, воду принесли. Обед четвертого дня продолжает радовать разнообразием. Ну, суп, правда, вчерашний, такой же, овощной. Тут стручковая фасоль, цветная капуста, картошка, салатик из огурцов, моркови, ну, и зелени. На второе здесь тушеные овощи. И еще, по-моему, это, кстати, маринованные овощи, потому что помидорка какая-то несвежая определенная. Огурчик, кстати, соленый. Огурчик вот это хорошо. Так, дальше. У нас, да, все вегетарианское, поэтому, ну, так, булочки, это понятно. Йогурт. Почему-то у меня есть, в обеденном наборе нету, в обеденном, в мясном наборе нету. Два сока, в мясном наборе ноль соков. У меня нектарин и апельсин, в мясном только апельсин. Ну, вот так вот. Зато и мисочка, плошка с салатом в мясном тоже меньше. Так, тут у нас рассольник, опять же, булочка. Причем у меня, кстати, два куска хлеба. У тебя один. И тут те же самые овощи и куриные крылья. Причем так хорошо зажарены, корочка классная. Единственное, что меня обделили, это здесь есть зеленый свежий лучок сверху, а у меня такого нету. Обидно, обидно. Я бы хотел свежего. Первый дождь. Да, тепла пока что он не принес, потому что все-таки солнце пробивается. Все равно классно. Вот только вот я полотенце свое повесил и, походу, его сейчас накроют. Ужин четвертого дня. Уже классический. Это хлеб, булка и булочка сдобная. Опять нектарин, только мне. Яблочный сок, только мне. Салат из свежих огурцов и... Ой, помидор и болгарского перца. И у меня греча с, опять же, огурцами и вот эта вот штука... Мы так и не выяснили, как это назвать. Морская куста. Ну, не знаю, это не морская куста. Морские водоросли. Ну да, короче, какая-то водорослевая хрень и кукуруза. Я так и не загуглил. Уже третий раз это ем, и так не могу вспомнить, что это. В общем, это уже было, это уже было, но вот вместе не было. Так что будем считать, что это отдельное блюдо. Ну и мясное. Вот это все, что вы видите. Более маленькая плошка, в которой чуть-чуть помидор и чуть-чуть, кстати, по-моему, это вот чуть-чуть там есть болгарского перца. Только черный хлеб и сдобная булочка без белого хлеба. И, собственно, плов с мясом. Я не знаю, как это происходит, но вот явно даже, да, объективно у меня-то побогаче будет. То есть даже хотя бы вот из-за этого. Но, не знаю, я объясняю это только ценой на мясо. То есть как будто бы по цене вот это блюдо, мне кажется, как-то не верится, что вот это может быть одинаково по цене, как это. Учитывая, что здесь, блин, нектарин, сок. Не знаю. Но вот это вот так. Вот так вот приносит. В общем, делимся друг с другом и нормально выживаем. Но я продолжаю не жаловаться. И да, мы снова сидим в кинотеатре. С прошлым сериалом «Защищая Джейкоба» у нас что-то не зашло. Но вот «Мандалорец» вторую серию смотрим. Пока нравится, пока нравится. Ну и вот эта вот милота. С ней, конечно, вообще поспорить очень сложно. Так что, да, всем в очередной раз. Уже миллионный. Всем приятного аппетита. На этом все. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Напоследок хочу сказать, что планирую провести прямой эфир в это воскресенье, 21 июня. Если все будет хорошо, потому что здесь Wi-Fi не очень, я планирую это делать через мобильный интернет. Думаю, в принципе, все получится по времени. Хотелось бы с одной стороны перенести как бы на вечер, ну потому что да, мы теперь с вами условно говоря в одном часовом поясе плюс-минус. Но, к сожалению, со второй половины дня нам сюда начинает лупить солнце. То есть закат прямо здесь. И сидеть вот здесь на подоконнике не получится. Поэтому давайте пока ориентироваться где-то на 12 часов по Москве. Но если что-то изменится, то следите за анонсами. Я там опубликую на YouTube, в Instagram. и в точное время. В комментариях пишите свои вопросы. Возможно, остались после этого видео вопросы об обсервации, о карантине, там, о быту, о чем хотите. Либо мы на стриме на это ответим, либо уже в следующем видео. Спасибо, что следите, что сопереживаете. Про соболезнования я тоже прочитал комментарии, что раньше я тебе завидовал, сейчас соболезную. Ну, ничего, ничего. В принципе, все не так уж плохо. Я даже чувствую, что я бы привык к этому. Могу, можно к этому привыкнуть. Такая жизнь, когда тебя кормят, ничего не мыть надо, не готовить, ничего. Еще и бесплатно, так вообще сказка. Все. Увидимся на стриме в воскресенье. И всем пока.